В путешествиях каждый человек заново открывает себя. Для кого-то путешествие – это смысл жизни. Однажды выбрав свой путь, они продолжают следовать ему шаг за шагом, покоряя новые вершины и новые места. Герои нашей сегодняшней программы – это люди с активной жизненной позицией. Туристы – искатели приключений и экстрима. Среди нирюнгринцев много семей, увлекающихся туризмом. Например, известная многим семья Лёдовых. Глава Игорь Николаевич имеет за плечами туристический стаж более 40 лет. Заслуженный путешественник России. Специалист по сплавам, альпинизму, восхождению на высшие точки континентов, походам на лыжах. А в прошлом году его младшая дочь Татьяна стала первой девушкой нирюнгринского района, которая покорила вершину Эльбруса. У нас семья такая, спортивная. Старшая дочка по Тимтону на две недели мы ходили, ей было 4,5, вниз туда по Тимтону дал Дана. Ну а Татьяна, она училась, летом сплавлялись, зимой на лыжах ходили. И вот так они у нас и все и росли. После очередных походов зародилась такая идея сводить супругу с внучкой, старшей, в Непал. И вот мы в 2019 году, внучке было 14 лет. Мы сходили в Непал, поднялись на вершину Калапатар. Это 5,645 метров. У нас там проходило практически целый месяц, почти. Ну и, видать, это было в 2019 году, и она, видать, на основе вот этих всех событий, она и, может быть, прониклась тем, что тоже хочет что-то такое совершить, себя как бы испытать на том серьезном уровне, где надо было силу воли, в себя поверить, чтобы доказать самой себе, что она может что-то сделать, подняться там или еще что-то. Но это как бы ее мысли. Поэтому мы стали с ней заниматься. И вот мы когда поднялись на кратер, потом уже на вершину поднялись, она там расплакалась, у меня там чуть это горло перехватило, то, что вот все-таки молодец такая, поборола свои страхи, взяла себя в руки и все-таки она сделала. Самую высокую горную вершину России Татьяна Ледова покорила со второй попытки. Достичь цели ей помог отец. Тренировки, хорошая физическая подготовка и огромная сила воли. С природой, в принципе, я знакома еще с детства, потому что, когда родители занимаются спортом, а не спортсмены, то без этого внимания ты как бы не останешься. Ты будешь постоянно чем-то заниматься. Первый раз, когда я начала уже думать о горах, это, наверное, после того, когда в 19-м году мама племянница и папа поехали в Непал на Калапатар. Они сделали восхождение. После этого они приехали, начали делиться своими безумными эмоциями, показывать фотографиями. У них столько было. Такое выражение лица, что вот прям это их впечатлило настолько. Я думаю, ну, наверное, надо попробовать. Не знаю, почему я повелась на Эльбрус сразу, наверное, потому что много смотрела фотографии, и там как бы впечатляет природа очень красивая. И первый раз мы решились поехать в 21-м году. Мы к этому очень усиленно готовились, занимались плаванием, бегом, велосипедами, ну, всем, чем можно было подготавливаться. Подготавливались с папой. Папа нам давал специальные тренировки, потому что он уже был в курсе, что нужно для того, чтобы подняться в горы. Там была нормальная акклиматизация. И первый раз в июле 21-го года мы поехали на Эльбрус. Эльбрус, но это более, можно сказать, такой легкий вариант для подъема. Я долго обдумывала и думаю, нет, надо все-таки еще раз попробовать. И слышала одни прекрасные слова, что надо, если один раз не получилось, надо попробовать второй раз начать сначала и начать с самого сложного маршрута. Тут вспоминаю папины прошлые восхождения, когда он встречался тоже там в домиках, они обсуждали с восходителями, кто где, когда поднимался. И был один дяденька, тоже гидом работал, он рассказывал про круги Шамбалы, которые находились со стороны севера. Это такие мистические какие-то круги. Ну, я не мистик, конечно, но было очень интересно посмотреть. И в этот раз я папе говорю, давай мы пойдем вот с севера. Сидим, смотрим. Он говорит, ну вот посмотри, вот гора, вон там камень. Там такой был большой камень, его было трудно не заметить. И говорит, вот до него дойдем, и там уже вершина. Я, ну ладно, камень-то вроде недалеко, дойдем. Я говорю, ну давай, все, собираемся, пошли. Он шел спереди, я сзади него. Я постоянно шла, выглядывала, думала, когда уже камень? Ну, когда уже камень? А он все далеко и далеко. Думал, мы, наверное, точно не дойдем. Потихоньку шли люди уже, которые спускались, получается, сверху. Я думаю, ну люди-то дошли, и значит, и мы дойдем. На кратере мы остановились. У меня уже горло подходил комок, у меня уже накатывали слезы. Я думаю, все, это уже конец, финиш. Слава Богу, мы пришли. И, получается, мы дошли до этого камня, попили чаю перед самым подъемом на вершину и рванули туда. Там открылось второе дыхание. Там была связь, кстати говоря. Позвонили маме. Я еле говорила, потому что не могла остановиться. У меня были слезы счастья, радости, усталости, потому что на протяжении 13 часов идти – это кошмар. И мы пошли вниз. Вниз я уже летела просто быстрее-быстрее домой, прийти отдохнуть, увидеть сына, поделиться своим впечатлением, что мы наконец-таки пришли. Спустя уже время, обдумав, поняв, я думаю, так, надо все-таки повторить путь мамы с племянницем. Хотелось бы съездить в Непал. Там немного другая категория сложностей. Хотелось бы еще туда съездить. Ну и где-нибудь здесь. Потому что, обдумав все, осмыслив все, поняв, что все-таки можно, все возможно. Главное, надо правильно готовиться. Как папа тем более сказал, что сейчас мой организм уже более привыкший к высоте. И можно собираться идти в новое путешествие. А это уже следующие неренгринцы, которые большую часть свободного времени посвящают спорту, экстриму и туризму. Семья Лайвиных. Ольга и Сергей приехали в новый строящийся город в то время, когда только начиналась история столицы Южной Якутии. Несмотря на плотный график работы и ежедневную загруженность, отдыхать Ольга вместе с мужем предпочитают активно. Супругов связывают общие интересы и увлечения. Это горные лыжи, туризм, сплавы, альпинизм и здоровый образ жизни. С удовольствием занимаюсь в свободное время горными лыжами. С удовольствием обучаю детей кататься на лыжах. Вот пытаюсь освоить сноуборд. С удовольствием сплавляемся по горным рекам, по чульману сплавлялись, по тимптону сплавлялись, с халтама сплавлялись. Очень нравится это увлечение. Очень нравятся горы, нравится альпинизм, нравится. Вот мечта, да, у меня есть мечта. Очень бы хотелось подняться на какую-нибудь гору вместе с мужем. Супруг Ольги Сергей Лайвин – известная личность в среде лыжников, спортсменов, туристов. Много лет назад, когда Нерюнгрид только строился, он тоже приехал на север и так и остался здесь. Тогда, в начале 80-х, зародилась идея создать горно-спортивный клуб «Высотник», который объединил молодых энтузиастов, сторонников активного отдыха и экстрима. Горнолыжная база недалеко от поселка Серебряный Бор, которую в народе называют «Брусничка». Является любимым местом отдыха для многих нерюнгринцев. Длина спуска – 750 метров, крутизна – 15 градусов. Сюда приезжают спортсмены, семьи с детьми и просто желающие подышать свежим воздухом. А воздух здесь необыкновенно чистый. Клуб у нас стал универсальный. Он изначально был задуман как всесезонный. И зима, и лето. Горные лыжи, альпинизм изначально были. В дальнейшем мы еще начали развивать водный туризм, пешеходный туризм, а сейчас и автомобильный туризм у нас в большом почете. Если подъемник у нас в 1986 году заработал, сначала проводили первенство по самому БАМ «Энергострой». Мало кто знает, как эта фирма называлась тогда, существовала. Потом первенство Сербора, потом первенство города, первенство Нерюнгринского района, два фестиваля зимних видов спорта Якутии в 2006 и 2009 году уже этого столетия. Ежегодно первенство района проводим. Здесь не только тренируются лыжники и сноубордисты, но и катаются дети на ватрушках. Также на этой горе проводятся соревнования районного и республиканского уровней и фестивали зимних видов спорта. Уже не одно поколение выросло на брусничке. Немало призеров и чемпионов тренировали свои навыки и в дальнейшем достойно представляли Нерюнгринский район и всю республику на различных соревнованиях. Спортом горнолыжным занимаемся уже очень давно. Меня на лыжи поставил отец мой. Это было еще, когда мне было 7 лет. А сейчас мне уже 40. Первый раз меня поставили на лыжи еще в Якутске. Мы тогда там жили. Мы вот переехали сюда и нашли вот это замечательное место, где дальше уже с семьей сей, когда я был ребенком. Мы начали кататься здесь и вот так. Это был 90-й год. То есть, ну, это я в первом классе был и вот начали кататься здесь. В горных лыжах и вообще, скажем так, в экстремальных видах я уже больше 40 лет. Я родился в Киргизии, на Теньшане, в городе Пржевальске. Это такая большая горная страна, центральный Теньшань, знаменитые пики Пик Победы, Пик Хантенгри. Поэтому я с детства и горными лыжами, с горных лыж уже перешел в альпинизм. Вот. И потом уже, скажем так, на взрослом жизненном этапе, но относительно еще будучи молодым, 25 лет, когда встал выбор дальнейшего уже самостоятельной жизни, в какой регион переехать жить, в каком городе остановиться, скажем так, и дальше уже вершить свою судьбу, немаловажное значение имело это наличие, как бы, горнолыжной базы, чтобы я мог заниматься любимыми видами спорта. Поэтому город Нерингер не случайно стал именно тем пристанищем, куда я приехал и привез свою семью. Еще одна традиция, которая связывает друзей, это восхождение на вершину горы на перевале Тит, куда лыжники отправляются каждый год в День Победы. Следующий наш герой тоже человек с интересной биографией. Это фотограф, альпинист и мотопутешественник Андрей Воробьев. Мотоцикл был, конечно, в юности, потом, после падения на много лет с мотоциклом завязал. Машины были распространены больше мотоцикла, так-то нет. А по прошествии уже лет много, где-то лет 40 мне было. Вот с Сашей мы ездили в Марок, я там взял байк, и мы там путешествовали по окрестностям Агадира. Забирались в такие глухие места, где туристов вообще не будет никак. И вот эта свобода, что ли, как бы передвижение, доступность, можно поехать везде и как-то так вспомнилось с молодости эти ощущения. Ну вот все, приехал сюда, я купил мокаципл. И все, с тех пор и езжу. Прежде всего, мой папа это невероятно увлеченный человек. На протяжении вот всего того времени, что я вот помню себя, начиная с самого раннего возраста, я знаю, что мой отец постоянно чем-то увлекался. Будь то горные лыжи, мотоциклы, ну и все такое прочее. Собственно говоря, и меня на эту гору сюда, на высотник, на брусничку он привел в 2003 году. Мне было 12 лет. Я тяжело вставал на лыжи, у меня не шибко это получалось, но когда начало получаться, я вот сказал фразу, я помню до сих пор, что блин, папа, горные лыжи это круче, чем компьютерные игры. Наверное, когда такое говорит 12-летний ребенок, это ну что-то да значит. Поэтому, ну да, я конечно очень благодарен своему отцу за то, что он вот меня познакомил с этим прекрасным местом, с этими прекрасными людьми и вообще показал, что вот такой экстремальный спорт, он очень классный. Ну 12 с половиной, 13 лет назад, мне было два с половиной года и он поставил мне, я плакал очень, я не хотел кататься, но потихоньку привил мне это и сначала за веревочкой я катался, он привязывал себя ко мне, а потом уже все, сам начал кататься. Все, чем он занимался на протяжении своей жизни, он мне по сей день прививает это, ну он мне на ролики поставил, ну вообще-то дальше с этого пошли ну и мои увлечения, там, скейтбордом я занимаюсь, чем еще. Ну коньках я катаюсь, он тоже это привил мне, я на хоккей ходил раньше. Папа, это папа, он подзатыльника может дать, и, ну я люблю папу, я не знаю как, он всякий. В 15-м году я поехал первый раз в Благовещенск, летом поехал в Благовещенск, ну щебенка, грязь, ну падал несколько раз, вот, ну как-то это, не сказать, что это комфортно, то есть если, когда есть выбор машины или мотоцикл, и в случае вот с такой дорогой, ну как-то это, ну не особенно это распространено было, вот, а сейчас более, более многие ездят вообще на мотоцикле далеко. Привет, друзья! Еду по лесам, по лесам и полям Иркутской области. Красиво здесь, конечно. Еду с мотофестиваля, который проводил Саянский мотоклуб. Здорово, провели время, весело, замечательно. В Магадан ездил, на Сахалин ездил, в Мурманск ездил. Вообще, конечно, да, эта идея фикс, но искупаться в разных океанах вот, очень хотелось. Был в Магадане, там, Охотское море. Ну не океан, конечно, но все равно выход к океану. Вот, там искупался так формально, можно сказать, потому что сильно ты там не покупаешься. Вот, очень холодно. Вот, на Сахалине, там, ну, тоже Охотское море, тоже вода ледяная. Вот, ну, искупался. Вот, очень хотелось с северным ледовитом. Хотелось бы, вот, всю жизнь прожил в Якутии, но, по сути, кроме поселков, промышленных поселков, которые в районе Аяма, я ничего и не видел. Вот, поехав в Магадан, я увидел восточную Якутию, ну, так, то, что трасса Галама, вот, отчасти. Те названия поселков, деревень, которые я с детства слышал, я увидел. Вот, а хотелось бы, конечно, еще увидеть западную Якутию. Вот, это Вилюйский тракт, мирный, пленский, удачный, вот, в ту сторону. В последнее время в Южной Якутии активно развивается внутренний туризм. Контрастная северная природа привлекает туристов и удивляет своей уникальной красотой. Только здесь 30-ти градусный зной может сочетаться с холодом. Для тех, кто любит отдых на свежем воздухе и активный досуг, в Нерюнгре организован специальный тур на ледник на квадроциклах. Техника безопасности обязательно мы всем каски предоставляем, шлема, сапоги защитные предлагаем, потому что тут по болоту ходить. И вскоре дождевики еще придут, потому что у нас лето дождливое. Протяженность тура, который так и называется «Ледник», составляет 23 километра. Маршрут проходит по горному перевалу с перепадами высот. Во время остановок можно сделать красивое фото на фоне природы или города с высоты холмов. Конечная точка сам ледник. Многометровые глыбы, снежная прохлада и все это на контрасте с благоухающей зеленью и летним солнцем вызывает восторг как у детей, так и у взрослых. Началось с того, что нам рассказывали, как заводить квадроциклы и как ими управлять. И потом мы поехали по камням и мне очень понравилось. Я недавно узнала, что есть такой тур, который включается в путешествия по лесу, на квадроциклах, на ледник. Наша, по-моему, шикарная достопримечательность летом с майках, кроссовках и на льду. Мы довольно-таки, это действительно интересно. Я второй раз катаюсь на квадроциклах и впечатлений море. Адреналин прет, когда на спусках, на камнях. Ну и лужи всем советую. С удовольствием езжайте с детворой. Моему сыну очень понравилось. Это творение природы является одним из немногих ледников в Якутии, стекающих в льды. Он занимает около 1 км в длину и более 500 метров в ширину. Под ледником находятся огромные пещеры, которые вырезал ручей. Этот удивительный природный памятник, как ничто другое, символизирует всю красоту и контрастность нашей Якутии, которую мы обязаны сохранить для наших будущих поколений. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok